Смотрите, какая шикарная территория. В общем, предыстория. Стоял здесь многоэтажный дом. Его снесли по суду в мэрии Анапы. Я тут полицию вызывал на снос, чтобы было не огорожено. Делись работы как бы очень печально. Тут и работали люди очень грубые. А сейчас 300 рублей просят за парковку. При этом администрация успела заявить, что, ребята, вот мы снесли дом на благо всей нашей Анапы. Что вам всем было хорошо и сделали за свой счет, за счет вас точнее, за ваши налоги. Платную парковку. Ой, точнее, по крайней мере, так администрация наша заявляла. Говорит, эта парковка будет для всех людей. Будет абсолютно бесплатная. Платная написано. Тут какой-то мужчина появился. На него уже вызывали полицию. А он заявил о том, что заключил договор с человеком, который отбывает наказание в местах отдаленных. Взял в аренду эту территорию. А теперь с нее будет взимать плату. Ну, как так-то, спросите вы. Это Анапа, ребята. По-другому, наверное, не ответить на ваш вопрос. Я не знаю, я просто хочется очень сильно материться. Просто для чего все это было. Почему за нас счет сделали парковку. Почему она тебе стала платная. И просто... Мне очередной раз жалко Анапу и ее жителей, что... Я, честно, радовался. Ну, хорошо, сделали парковку. Классно приехал. Припарковался. Тут теперь вот 300 рублей просит. Не понятно. Самое, знаете, что прикольное, ребят? Вот смотрите, там-то парковка платная. Вот, допустим, я вот здесь поставлю свою машину. И не дам заехать на эту территорию. Это же получается все-таки еще муниципальная земля. То есть, получается, что я перекрою заезд и выезд. Так что паркуйте здесь, и пускай они тогда там взят бреются. А так бы вообще хотелось, чтобы администрация города Анапы взяли, так сказать, в руки все документы юристов, собрали, пришли, поставили на место всех. Ну, и наша полиция помогла бы в этом. А то получается как-то смешно. Прям очень. Наверное, все-таки грустно. И плакать хочется. Того, что за наши деньги кому-то сделали парковку.